Здравствуйте дорогие друзья и коллеги. Сегодня с вами снова Фима Петерсон и я Эдуард Петер. Он и Ричард лезет тоже в объектив. Хотя звездная болезнь теперь началась. Сегодня у нас с вами домашнее задание номер 6 и подведение итогов домашнего задания номер 5. Как я посмотрел, победитель определился. Это Валерий Лавров. Поздравляю Валерии, заслуженно. И Валерию отправляется этот самый приз. Моя дигитальная книга с подписью автора. Валерий, адрес мне пожалуйста в личку скинуть. Ну а мы с вами начнем теперь домашнее задание, которое я давал вам две недели назад по запонкам. И как это уже у нас принято, сегодня я проведу это домашнее задание. А вас попрошу поставить оценки, чтобы нам можно было выбрать следующего победителя. Окей? Итак, начинаем. Начнем пожалуй. Фото второе Шамиль. Я сегодня попробую говорить с точки зрения вашего заказчика. То есть, как будто я вам заказал и буду говорить то, что мне не нравится сегодня. Почему я не хочу этот заказ взять. Или наоборот, почему он мне понравился. Я хочу его обязательно использовать в своем шопе. Итак, Шамиль, начинаем с тебя. Смотрим. Есть схема. Чудно. И Шамиль замечательно использовал шарик. Не такой большой, как у меня. Но вот это интересная задумка. Поставить его в вазочку в стеклянную. Очень интересно. Молодец. Так, и здесь показывается, как было снято. Теперь я заказчик. И я говорю, Шамиль, ты знаешь, дело в том, что вот это выглядит серебром, а вот это имеет какой-то желтый налет. Надо вот это убрать. Выглядит грязно. Причем это сделать очень просто. Достаточно немножко повозиться в фотошопе. А так расположение. И камень довольно-таки сложный, но удалось его снять. Насчет мистер Канеев. Все хорошо. Выглядит празднично. Выглядит с блесками, с бликами. Но читается очень трудно. И если здесь будет лого моё, как заказчика, то я не буду доволен таким решением. Я хочу, чтобы оно читалось. Пусть не выглядит так красиво, но должно читаться. Далее. Это у нас Дмитрий. Дмитрий, сначала нужно было отполировать запонки. Правильно. Потому что всё, что я беру в руки, если оно не очень хорошего качества, приходится полировать. Так. Сделал сам. Самодельный лайтбокс. Хорошо. Молодец. И показал это. Замечательно. Показал схему. Отлично. Ну, видишь, вот глинцеватели у вас всё-таки ещё можно купить, в отличие от Германии. Да? Ну, хорошо. Так, теперь к самой картинке. Картинка замечательная. Камушек сложный. Но, тем не менее, удался. То же самое, Дмитрий. Если я буду заказывать, то, пожалуйста, без этого жёлтого налёта, возьми губку в фотошопе, просто пройди это место, если не хочешь возиться. Здесь убраты отражения. Здесь убраты отражения, убраты хорошо, вот это красиво. То есть, очень хороший результат. Так, Андрей. В принципе, довольно-таки неплохо. Я, как заказчик, сказал бы, немножко тускловато выглядят мои запонки. И виной этому фон. Ты стекло снимал на стекле, я думаю. Так, ну-ка. Это же не на стекле. Ну да, стекло всегда зеленит, поэтому со стеклом тут надо аккуратно или поднять его и подложить под него белый фон. Попробую так снять. И потом я смотрю вот здесь, Андрей, надо чистить. Надо чистить. Я, как заказчик, не приму такое, потому что я, как заказчик, смотрю глазами, и я этого не вижу. Я могу взять эту запонку, подставить тебе прямо перед лицом, сказать, где здесь царапины. И потом ты долго будешь объяснять, что ты снимаешь как микроскопом, и все увеличено. Но его это мало интересует меня в этом случае. Должно быть чисто. Как ты это сделаешь, это как бы твои проблемы. Он платит, и поэтому желает иметь хороший продукт. И, Андрей, я бы еще вот эту запонку передвинул ближе сюда, и эту сюда сделал более компактно. Оно у тебя растянуто. И вот посмотри, вот здесь идет как бы золото, а вот здесь оно исчезло. Если так получилось при фотографии, значит, надо эту линию дотянуть сюда. Хорошо? Вот такой вот заказчик вредный тебе попался. Отлично, Анатолий. Очень хорошо. Тем более, что показана схема. Мои любимые пенопластовые пласты. Правильно. Я недавно тоже использовал, правда, брал оргстекло, и здесь ставил шурупчики. И здорово получилось. То есть стекло просверлил, и просто на шурупы ставлю. Замечательно. Вот это тоже мой любимый инструмент. Анатолий, все хорошо. Анатолий, все хорошо. Единственное, что я скажу, чтобы я... Почему я не могу уйти назад? А вот на белом глянцевом акриле, который оказался бесполезным в плане отражения. Конечно. Сделал в фотошопе. Анатолий, черный. Вот здесь я не знаю, он выступает, этот черный камушек, или не выступает. Если выступает, у него должна быть грань. Здесь обязательно. Если не выступает, то каким-то образом он все-таки, наверное, отполированный и блестящий. Что-то надо сделать. Может быть, маленький такой треугольничек сюда поставить, чтобы оно заиграло. Мелочь, но бывает полезная. Так. Шарика нет, тазика нет. Молодец, снимал под фото с зонтом на полированном подносе из нержавейки. Тоже выход. Молодец. Так. Заркальность подноса оставляет желать лучшего. Павел, оно всегда оставляет желать лучшего. Даже новый поднос, он все равно поцарапанный где-то при транспортировке, или пока вот эти движутся туда-сюда, запонки, царапается. Поэтому с этим надо мириться. Так. Сами запонки очень дешевые, сделаны из металла с шершавой поверхностью. Но это их не портит, во-первых. Я не вижу, что здесь они так уж дешевые. Как заказчик, Павел, я скажу, мне вот это не нравится. Я откровен. Заказчик такой, ну, неприятный я заказчик. Так, поэтому я бы поставил, как бы, понимаешь, у тебя сейчас он смотрит вниз. Это нехорошо. Мне придется заглядывать вниз, чтобы узнать, что же там на самом деле. Поэтому, хоть подставки какие-то там полупрозрачные, или еще что-то. Но это должно выглядеть лицом к покупателю. Иначе я не куплю. Или как заказчик не продам. Так. Ну, за идеей с зонтиком плюс. Молодец. Это хорошо. Ох, Роман. Я уже вижу, что очень многим понравилось. Вижу, что откликаешься ты хорошо. Это замечательно, Роман. Я этому очень рад, когда такая отдача идет. Отличный результат. Я здесь ничего не могу ни добавить, ни убавить. Ты немножко жалуйся, что очень много фотошопа. Ну, когда требуется заказчику, допустим, и он согласен платить, то тогда можно с фотошопом так работать. Можно и нужно. Как если бы мы делали что-то такое на заставке его шопа, к примеру, да? То есть, Роман, очень похвальная работа, очень хорошо сделана. И то, что в отличие от других, которые делали на белом фоне, ну, тут, как я уже говорил, тут решать вам самим. Или вы будете делать и то, и другое, или же оставляете за собой право. Я не могу в это вмешиваться. Но я больше, чем уверен, Роман, что у тебя и на белом бы хорошо очень получилось. Как заказчик я доволен. Я возьму эту работу. Так, Юрий. Я думаю, что Юрий, сейчас я посмотрю. Ого, какой большой шарик. Вот, в этом проблема. В этом проблема шарик. Шарик хороший, замечательный. Все поставлено правильно. Юрий, как человек, который ведет воркшоп, я сразу тебе скажу. Твоя проблемка была в том, что необходимо было, видишь, у тебя получился черный рисунок. Он хоть и графичный, но все-таки черный. Не совсем хорошо это для покупателя. И поэтому я бы посоветовал уменьшить площадь вот этого черного, который рвется сюда через эту дыру. То есть, все, что находится за шариком, оно все переходит в черный цвет, скажем так, черное отражение. Поэтому помогает, Юрий, или развернуть чуть-чуть, чтобы отражение шло от боковой стенки. Или сделай, как у меня, сделай или такую квадратную перегородку, где бы ты мог отгородить. Отгородить и оставить только щель, через которую снимал. Или же тоже можешь вырезать круг из такого акрила белого и сделать поменьше, скажем, дырочку. Да? Тогда было бы, думаю, намного бы лучше получилось. Так? За схему спасибо. Как заказчик, возьму, но с условием, что вот это место будет более хорошо сделано в фотошопе. То есть, здесь не проблематично. Здесь достаточно было взять такой прямоугольник в фотошопе и выбелить его. И все. И тогда бы вот эти вот размытости... Я знаю, что ты делал. Я знаю, ты замазывал тут неровности металла, которые при нашей микроскопической съемке всегда вылазят наружу. Но надо делать это конкретно хорошо. Так, Петр. Производство СССР. Хотелось фотографировать в комплекте с цепочками. Но почему нет? Можно было и с цепочками. Так, как заказчик, не возьму. Петр, извини, не возьму, потребую переделки. Переделки в чем? Во-первых, у меня такое ощущение, что нарушен баланс белого. То есть, вот я смотрю, голубые идут отражения, голубые отражения. Так, сейчас посмотрим мы схемку. Так, в чем молодец? Постепенно, постепенно шел, дошел до вспышки сотами для бликов. А впереди ничего не поставил. Ничего не поставил впереди, чтобы вот это отразилось. И на самом деле, это очень хорошие запонки. У меня, по-моему, даже такие были когда-то. И вот тогда бы вот это вот черное все ушло. То есть, впереди нужен был белый отражатель. То есть, я сколько раз уже говорил, и повторять буду дальше, что все, что вы поставите перед отражающей поверхностью, то будет и в нем. То есть, в этом случае, вот идет здесь третья вспышка. Или вторая. Вторая это вспышка, наверное, да? И больше ничего. И не на что опереться. И поэтому здесь от жесткого света проявились все, абсолютно все неровности на металле. Это логично. Здесь получился невнятный совершенно цепочка. И вот это тоже не блестящее. Но направление правильное, Петр. Направление правильное. Единственное, что вот я говорю, посмотри по балансу белого. И посмотри, как можно поставить впереди что-то такое, чтобы отразилось в этих запонках. Тогда это будет нормально. А до тех пор заказчик отказывается принимать готовую работу. Нож, извините. Так, смотрим дальше. Леонид снимал такую же крышку от муссового ведерка. Пахвально. Использовал три вспышки. Так, и схемка. Отлично, молодец. Ага. Вот только что я говорил о том, что впереди должно быть что-то отражающее. Только я единственное не пойму, Леонид. Это какой-то лис с текстом. Неважно. Так, смотрим. Смотрим. Все-таки вот это черное пятно слишком большое, Леонид. Слишком большое. Я оставляю такие пятнушки, допустим, тоже, чтобы показать. Но оно огромное. И вот здесь я тоже не знаю, какой там... Я думаю, что там не серый цвет. За этим, Леонид, надо... За этим надо обязательно следить. И потом... Я извиняюсь. И потом, чтобы не было вот такого размазанного, ну, надо взять размазывающий палец и поработать в этом отношении. Здесь тоже вот эта вот пара штрихов, они передают ощущение нерясливости. Камень хорош. Камень хорош. Если он не был просто вставлен, то снят хорош. Хорошо. Как заказчик отправлю доделывать. Угу. Угу. Так. Это Павел. Тоже снимал с двумя вспышками. Два пенька. Так. Снимал на ткани. Ну, если я заказчик доволен с этим, то есть я хотел что-то необычное в моем шопе так часто, то ради бога. Проявились все, как бы, текстуры хорошо, но вот здесь, Павел, размытость пошла. Я, как заказчик, хочу, чтобы у меня по всей длине было все резко. А здесь пошла размытость, она видна на цепочке, и потом где-то фокус был вот здесь. Так, посмотрим, что мы пишем. На зеркальном подносе вообще ерунда получалась. Ну, не знаю, Павел, я бы тут поспорил. Заколка такая, она декоративная. Я не думаю, что на зеркальном подносе что-то с освещением. Так, схемы нет. Постал черную коробку из ПЦД. Жалко. Если бы была схема, мне бы было проще разобраться. Так, доработать надо. Павел, доработать. Ух ты, Роман. Отличный Роман. Это очень сложно, это очень сложно снять поверхность гладкую. И в то же время показать, что она все-таки такая матово-блестящая. Это очень хорошо, Роман, тебе удалось. Так, я посмотрю сейчас схемку. Схемка, 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 схемка. Так. Роман, я единственное понял, что из этой схемы, не единственное, а я понял, что из этой схемы, что софтбокс, то есть сама бирочка ловила отражение от софтбокса. Фон высветлял вот этот тубус, давал плики. Хорошо, нормально, все красиво сделано. Так, надпись, хорошо, все. И интересная вот эта подложка. Я сейчас еще раз посмотрю ее. Вот так, это какая-то сеточка, я так понимаю, да? Но интересное решение, как заказчик я бы взял без разговоров. Единственное, что может быть с цепочкой, я бы не совсем согласился. Но сама работа вызывает очень приятные ощущения. Молодец. Так, 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 так. Это у нас Олег. Это у нас Олег сделал запонки. Так, посмотрим, что он сделал с схемы. Снимал он шарики. И вот, кстати, хорошее, удачное решение, что он спрятал объектив за подносиком таким белым. Это здорово. Вот с желтым отражателем. Тут не знаю. Дело в том, что мне трудно судить, какого цвета. Если они позолочены или в этом золотые, то все нормально. Меня смущает вот этот угол. Олег, он серебристый? Понимаешь, как бы вот здесь идет хороший насыщенный цвет, все нормально. Здесь идет, да. И дальше он начинает уходить в серый. Я подозреваю, что все-таки здесь, наверное, серебристый. Иначе бы, иначе бы, наверное, ты бы так не оставил. Сделано хорошо. Сделано хорошо. Как заказчик я бы попросил тебя доработать в том плане, что отражения чуть-чуть затемнить. Они для меня слишком двоятся. Мои запонки начинают двоиться. Чуть-чуть ослабить. Чуть-чуть ослабить. Хорошо здесь, все нормально. И вот здесь я бы тоже сделал маленький такой тоненький светлый лучик. Вот здесь вот тут. Вот так, полосочку такую. Вот видишь, вот здесь беленькая, да, она как бы украшает. И вот здесь, чтобы не было этой черной одинокой такой, я бы здесь поставил и все. И тогда бы отдал заказчику и сказал, на, вот теперь все. Так. Ага. Сергей. Так. Описания нету. Трудно. Трудно судить. Почему-то так, Сергей, расположенный, интересно у тебя в правой стороне. Не знаю почему. Так. И тут такая же ошибка, как я до этого говорил. Ничего не стоит перед запонкой. И из-за этого она взяла всю черноту, которая находилась за камерой. По расположению, как заказчик, я бы сказал, что мне надо это делать чуть-чуть развернуть. Потому что вот этот, в этом случае, как бы просто такой торчит какой-то кусочек. И непонятно, что это. Если бы не было этого, то вообще получилось бы такая вот, как бы часы с заводной головкой. Да. Это не должно быть. Это надо разворачивать. И идет нарушение баланса. Баланса белого. С этим надо тоже поработать. Но, в общем, Сергей, как заказчик, я не возьму. То есть, они моим клиентам, моим покупателям не понравятся однозначно. Поэтому с этим обязательно поработать. Как я сказал, поэкспериментируй, Сергей, с тем, чтобы поставить перед, вплоть до того, как вот сейчас было, вплоть до того, что подносик такой белый перед объективом. И попробую снять еще раз. Окей? Так, 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 Олег. Заколка вместо запонки. Разницы нет. Запонка, заколки. Так. Используем шарик. Отлично. И используем совсем-совсем простенькие средства. Молодец, Олег. Вот вам, пожалуйста, ребята, посмотрите, что можно сделать обычными лампами. И не жаловаться, что у вас нет вспышек. А вот если были вспышки, что вы бы тогда бы, да, вы бы тогда дали, да. Вот. Оказывается, можно. И очень неудачно. Кстати, интересно, это что за подложка. Сейчас глянем. Так. Запахи был. От потолочного светильника. Отражатие от потолочного светильника. Не знаю, что такое потолочный светильник. Так. А так сделано хорошо. Вот единственное, что... Если бы я знал точно, какой здесь цвет, но я не могу судить. Он как бы у меня в зеленовато ушел, а потом вот сюда еще ушел. Как заказчик, я бы я сказал, так, Олег, мне нравится, как расположено. Отражение нравится. Может быть, чуть-чуть их смягчить. Очень хорошо получилась цепочка. А вот сама запонка, она зеленоватая. То есть, тут надо поработать и, возможно, чуть-чуть почистить. А так, в основном, за... Плюс тебе большой за то, что использовал. Такие простые вещи, которые может в каждом доме быть. Это можно оценить, конечно. Так, 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 так. Ольга сделала Самойла. Вот тут я женщину не узнал. Почему не узнал женщину? Потому что женщина не стала чистить вот тут огрехи. Это странно. Итак, Ольга, давайте посмотрим ваш бэкстейдж. Ага. Очень-очень интересно. Очень интересно. Вот так можно фотографировать ребята и не жаловаться на отсутствие каких-либо у вас сложных аппаратов. Итак, Ольга. И, в общем-то, мне как заказчику хотелось бы, чтобы у меня черноты вот этой не было. И как бы вот здесь. Это зависит от того, Ольга, как мы повернем предмет и что мы перед ним поставим. Если снимать только одной вспышкой, конечно, я не думаю, что можно всего добиться. Но я вижу, что при использовании очень простого приспособления добились результата, который, в общем-то, многих заказчиков бы удовлетворил, которые не хотят много платить, а хотят быстренько получить предмет. Я понимаю, что предмет был потертый очень сильно, но, тем не менее, нужно было больше женской тщательности проявить и почистить его дальше. Вот я вижу потертости здесь. Да? Поэтому, как бы, продать это нельзя. Ну, только как, если это такой антиквариат, что, действительно, потертость только ему в пользу. Хорошо? Дальше. Так-так-так-так-так-так. Алексей. О, вместо Алексея здесь какая-то собачка. Кокер-спанель. Ага. У нас тоже в нашей семье есть кокер-спанель. Так, используем три вспышки софтбокс. Хорошо, показал, как, что ставил. Молодец. Так. И как снимал, через что снимал. Кстати, вот все вот эти вот беленькие вещи, они дают определенный вот такой, может быть, оттенок не совсем белый, скажем так. Так, так. И вот я говорю, что мне трудно судить. Такой ли этот цвет? В любом случае, надо было Алексею тогда поработать в фотошопе. Если не удалось, бывает так, что те средства, которые мы используем, дают такие отражения, что ой-ой-ой. Никакой фотошоп не поможет. Но в этом случае, я думаю, что это было бы запросто. Запонки не новые, поэтому, конечно, видно на них различное. Но камушек получился хорошо. Камушек получился хорошо. И еще, Алексей, расположение. Мне не совсем, вот как заказчик, он нравится расположение. У меня такое ощущение, что этот подпрыгнул вверх, этот упал назад. Я бы чуть-чуть их сюда подвинул, скомпоновал поближе. Вот это черное тоже мне, как бы, как заказчику, не совсем по душе. Пусть лучше было бы вот все-таки хоть такого цвета, но не совсем черное. Избавиться можно было очень просто. Если бы мы развернули эту запонку чуть-чуть и поставили там отражатель, то это бы ушло. Или бы сделался такой градиент. Попробуйте. Да? Хорошо. Дальше. Ух ты. Так. А, ну, правильно, это наш победитель Валерий Лавров. Ну, молодец, Валерий. Ну, что сказать. Отлично сделано. Вот эта идея использовать изогнутые. Я это делаю с нержавейкой. И тогда получаю хорошие градиенты. То есть у меня есть нержавейная такая лента из нержавейки, из тонкой нержавейки. И я при съемке часов часто использую вот этот материал. А что это за материал у тебя? Ну-ка, посмотрим. Так. Серебристого металлика. Ну, правильно. Серебро серебристым металликом всегда идет хорошо. Как заказчик, Валерий, я забираю сразу и счет оплачиваю мгновенно. Очень, очень достойная работа. Вот вам, пожалуйста, ребята. То есть вот вам и черный, вот вам и белый. Пожалуйста, да? То есть это же можно использовать и на черном фоне. Я так частенько делаю, когда мой заказчик требует и на том, и на другом, а платить за две картинки не хочет. И поэтому я подставляю, конечно, в фотошопе. Сделано очень чисто, Валерий. Ну, выше всех похвал. Так, 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 так. Юра. Так, как у нас Юра работал? Давайте посмотрим, как работал у нас Юра. Угу. Так, вот откуда взята надпись «Оригинально». Оригинально. Юра, это вообще интересно решение было. Так. Посмотрим здесь. Ага. Вот. Альтернатива сферы. Вот кто спрашивал, а что если делать нет тазика? А что делать, если нет шарика? Да вот что надо делать, ребята. Молодец, Юра. Единственное, любой вот этот ватман, это, наверное, ватман использовался, вот он дает такое фиолетовое чуть-чуть свечение. Ну, это надо будет просто или с баланса белого поиграть, или же заменить на что-то другое. Так. Хорошо. Отражениями я доволен. Юра, а вот отпечатки пальцев мне твои совсем не нужны. Я же не следователь прокуратуры. Мне зачем твои отпечатки пальцев здесь? То есть, работать либо в перчатках, либо протирать то-того, либо в фотошопе это дело скрывать. У меня так тоже бывает, Юра. Я не безгрешен, у меня часто бывает так, что в поспешности где-то что-то... Ну, вот размазывающий палец в этом случае очень хорошо тебе поможет. И после этого я работу возьму, когда вот здесь будет почищено, здесь будет почищено. А так отражения хорошие, мне нравятся, они не выпячиваются. И вот тут бы я тоже такую полосочку бы сделал, такой беленькую, блик такой. И все было бы хорошо. Так, Андрей. Очень хорошая работа, Андрей. Очень хорошая работа. Ну-ка посмотрим, как справлялся. Молодец. Молодец. Предвосхитил, по сути дела, мой урок по съемке колец. Предвосхитил. Взял трубу, взял отражатели, поставил туда акриловую площадочку. И вот вам, пожалуйста, ребятки, результат. То есть вот это я хотел вам показывать. Да? Ну, теперь вы можете поспрашать Андрея и посмотреть, и будет вам польза. Единственное, Андрей, немножко розоватый оттенок. Немножко розоватый оттенок. Не знаю, они на самом деле такие. Или бы чуть-чуть. Я делаю так, что я сверху накладываю точь этого же изображения, перевожу его в черно-белый и потихоньку убираю насыщенность. То есть плотность потихоньку, 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 покуда не становится он не черно-белым, а вот имеет все-таки какие-то оттенки, но уже ближе к черно-белому, скажем так. Черно-белый это совсем тоже плохо. Это тоже плохо. Но очень хорошая работа, Андрей. Мне очень нравится. И как заказчик я без всяких разговоров ее беру. Так. Интересно. Олег, давай посмотрим, что у нас, как оно, почему. Так, ага. Вот мне немножко непонятно, Олег. С одной стороны понятно, что черный как коробочка использовалась как отражатель. Правильно все. Да? Замечательно. Но первое. Он тогда и захватил вот это. Да? Не знаю. В общем-то смотрится так интересно, но у покупателя может сложиться ощущение, что поверхность черная. Да? Поэтому этого надо избегать. Здесь. Вот я теперь заказчик. Я теперь заказчик. Так. Олег, а что это она такая... Я тебе давал блестящие совершенно. А здесь какая-то она непонятная. Ой, извиняюсь. Не туда пошел. А здесь она какая-то вот, какая-то как поцарапанная вся. И вот это вот все какое-то неровненькое такое. Не мог ли ты вот это переделать? Вот эту я забираю, а вот эту вот надо переделывать. Олег, отражение хорошее. Отличное. Да? Теперь я опять. Эдуард Петер. Вот здесь я бы с помощью пера это делал. То есть не размазал бы просто, а более четко бы сделал. То есть те отражения, которые у меня получились, я бы их просто, как немцы говорят, дуетли их, то есть отчетливее сделал. Вот и все. И, естественно, почистил бы эти вещи. Я извиняюсь, если она на самом деле такая, конечно, но я не думаю. Я не думаю. И LightCube, когда применял, то мы об этом уже говорили, получается очень большая вот здесь поверхность. То есть что-то здесь изменить очень трудно, потому что надо впереди ставить что-то, чтобы отражалось в самих запонках. запонках. Так. Хорошо. Хорошо, Евгений. Хорошо. Так, смотрим, как сделано. Так. А ну-ка. Ну, слушай, это гениально. Это взять шарик, вот так сделать. Вот, пожалуйста, я говорю, что, ребята, вы меня просто приятно поражаете своей выдумкой. Я бы даже не додумался, наверное. Вот вам и сфера, да. И вот посмотрим результат. Так. Насчет результата. Я заказчик. Евгений, все хорошо, мне нравится. Но вот это вот, я не хочу, чтобы это видел мой заказчик. Вот хорошо положил так, замечательно. Все видно, все хорошо. Вот тут грань есть даже вот это вот. У меня камушек этот такой. Так. Ага. Тут и пишешь, что с обработкой не успевая поучаствовать хочется. Это похвально. Это похвально, что поучаствовать хочется. Потому что главное не победа, а главное участие. Да. Но я думаю, что было бы не проблемно для тебя вот это дело почистить. И, ну, не знаю. Я за то, чтобы небольшие слабые отражения сделать. Они как бы всегда подчеркивают. Подчеркивают. А так. Хорошо скомпоновано. Хорошо снято. Здесь бы я тоже более четко не давал такой размазанности. Потому что это металл, я знаю. Это металл. Он не может так показать, как видит человеческий глаз. Наша камера снимает, как микроскоп. Я все время это говорю. Но тогда приходится уже звать на выручку Photoshop. Ну, я думаю, в следующий раз. Начало очень хорошее. В следующий раз будет лучше. А это кто? А, это я. Значит, мы пришли к концу нашего домашнего задания. Ну, вот и все. Наше очередное домашнее задание подошло к концу. Возможно, в этот раз я был более жесток в критике, чем обычно. Дело в том, что меня попросили об этом. Меня попросили представить себя в виде заказчика. Покупателя, заказчика. И тем самым, вот критикуя вас сейчас, я как бы вас оберегаю от того, что может случиться с вами в действительности. Когда вы будете делать это дело на продажу, продавать свои. То есть, я превращался в такого взлобного заказчика. Но я вам скажу так, что я имею с этим дело почти каждый раз. Все время находится что-то, что заказчику, допустим, не совсем нравится. И если его требования оправданы, законны, да, я с ним соглашаюсь. То есть, если я вижу, что я не могу ему объяснить, что за эти деньги я не могу ему дать такое качество, которое он хочет, то мы просто-напросто или приходим к общему знаменателю и прощаемся с друг с другом. То есть, не тратя на таких заказчиков свое время и свои нервы. Поэтому, те, кто, возможно, получил уши от холодной воды сегодня, да, не обижайтесь на меня. Не обижайтесь. Это я делаю просто в ваших интересах. Мы уже с вами теперь не новички. Мы прошли уже почти больше года, да. Я в июне прошлого года начал. А теперь уже октябрь. То есть, мы уже заматерели и обросли такой толстой кожей. И можем теперь спокойно держать удар. И еще раз повторяю, это то, что я делаю, я стараюсь вам помочь. То есть, не судите меня, да. Окей. Я вас попрошу теперь эти две недели посмотреть работы, которые уже есть. И сделать им оценку. Сделать мне оценку, чтобы мы опять могли выбрать достойного победителя. И очередная моя книжка уйдет в Россию. А до тех пор, дорогие мои друзья, ребята и девчата, я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok